Встретите множество самых разных ситуаций. Встретите множество самых разных ситуаций и сможете вжиться в роль сами, ведь это тот сервер, где админы действительно следят за ролевой составляющей. И затем, чтобы всё происходящее было в рамках того, что написано на сайте SCP. Ссылка на дискорд в описании к видео, там же вы найдёте данные для присоединения к серверу в игре. Ну а в этом видео я решил прочесть рассказ об уничтожении Скромника и перевёл для вас ещё один связанный с этой сюжетной линией текст. Ключицы и последствия. Суд. 27. Совершено 27 попыток устранения SCP-096 за последние 6 месяцев. Каждый руководил человек, который его освободил. Доктор Дэниелс. Дэниелс, в свою очередь, провёл последние 6 месяцев за решёткой. Когда выпадал удачный день, его сопровождали в зал тестирования для наблюдения за списанием, а потом возвращали в эту же камеру. Его собственное устранение было отложено, чтобы позволить ему контролировать уничтожение SCP-096. Но совет опять теряет терпение. Доктор Дэниелс приговорён к смерти. Но если бы всё, на что он был способен, это терпеть неудачи. Что ж, у них есть вдоволь прочих, кто может управиться с этим проектом. У него остался месяц. Вне зависимости от того, получится у него или нет, в конце месяца его устранят. Это его последние дни и последние попытки забрать SCP-096 с собой. Дебаты. Доктор Дэниелс. Получилось? Доктор Кавер. 682-й освежевал 096-го. И затем расплавил его плоть кислотой. Однако кости остались нетродутыми. Это на самом деле довольно поразительно. Доктор Дэниелс. Да, он настоящее чудо. Доктор Кавер. Может, отнесёшься к этому чуть более серьёзно? Дэниелс. Ты ведь знаешь, что они убьют меня, когда мы с этим закончим, да? Я думаю, немного сарказма, небольшая цена, чтобы не сойти с ума. Кавер. Ты убил сотни человек. Это всё последствия. Дэниелс. Я никого не убивал. Их убила эта штука. Я лишь показал вам, что могло случиться. Кавер. У меня ощущение, что мы отклонились от темы. Дэниелс. Ладно. Доктор Дэниелс делает паузу. Подожди. Скульптура. Кавер. Ты о чём? Дэниелс. Ты сказал, что его кости остались неповреждёнными. Ломать кости – это то, что 173-й умеет делать. Кавер. Ты хочешь провести перекрёстное тестирование объекта, на который нельзя смотреть, с объектом, на который смотреть необходимо? Одна только логистика была бы... Дэниелс. Думаешь, это плохая идея? Кавер. Думаю, что большая часть твоих предположений – плохая идея, а это, наверное, одна из наиболее перспективных. Демонстрация. Доктор Дэниелс стоит в центре большой комнаты. Напряжение в ней осязаемо. Доктор Дэниелс почти что ощущает ненависть учёных, агентов и руководящего состава, когда они смотрят в его сторону. Так или иначе, он делает шаг назад и показывает рукой на экран позади себя. SCP-096 продемонстрировал, что уничтожить его куда сложнее, чем мы ожидали. Вам сообщили о наших предыдущих попытках. Огонь, радиация, кислота, кинетическое воздействие. Последнее испытание с SCP-682 тоже оказалось безуспешным. Пока он говорит, на экране позади доктора Дэниелса появляются многочисленные изображения с SCP-096 с видом сзади. На каждом изображён SCP-096, которому причинён различный вид урона в разных объёмах. В каждом тесте, при любом количестве нанесённого тела урона, кости SCP-096 оставались невредимы. Мы пытались просверлить его череп через глазницы, но это не принесло результата. Изображения сломанного сверла появляются на экране позади доктора Дэниелса. Все без исключения испытания показали, что кости SCP-096 совершенно неразрушимы. Затем на экране появляется изображение сломанных позвонков. До вчерашнего дня из толпы доносится приглушённый шум голосов. SCP-173 был доставлен к SCP-096 и успешно сломал его позвоночник в двух местах, между четвёртым и пятым позвонком. Изображение дыры, проделанной в металлической стене, появляется на экране позади доктора Дэниелса. Конечно, когда тебе пять часов подряд пытаются сломать шею, ты, мягко говоря, будешь не в самом лучшем состоянии. Но на восстановление у него ушло всего пять часов. И теперь вы на шаг ближе к тому, чтобы привести свой приговор в исполнение. Поздравляю. Никто не смеётся. Устранение. Держите его. Доктор Дэниелс кричал на агентов из расположенной поблизости комнаты наблюдения за экспериментом, пока те присоединяли трубу к теперь уже сломанным и оголившимся костям. Когда изогнутое сопло было прикреплено к телу SCP-096, его костный мозг незначительно разбрызгался по краям трубок. SCP-096 кричал и бился, когда трубка стала закачивать втористоводородную кислоту напрямую в тело и полость черепа монстра. Кислота выливалась изо рта существа, пока пакет, который они поместили ему на голову, не принялся дымиться, в итоге испарившись без остатка. Лицо существа одновременно ужасающее и страдающее таяло на глазах. Попытки агентов удержать его полностью потерпели неудачу. Оно протянуло руки, чтобы прикрыть своё растворяющееся лицо. Лицо, на которое они все только что посмотрели. С противоположной стороны от агентов окружающих SCP-1073 раздался голос. Моргание. Затем низкий булькающий крик родился в горле SCP-096. Он постепенно усиливался в тональности и громкости, пока не превратился в глушительный визг. Агенты отпустили существо и отошли к стенам. Остальные агенты подошли немного ближе и подняли своё оружие. Кожа монстра начала стекать в лужу на полу. Его внутренности взорвались и кислота исторглась из его тела небольшим фонтаном брызг. У агентов была лицевая защита от кислоты, но ничего не смогло защитить их от его лица. SCP-096 выпрямил руки по бокам. Он посмотрел на одного из агентов, вытянулся и начал бежать. Каждый принялся стрелять. В первый и, видимо, последний раз пули утопали в теле и костях этого существа. Первый залп раздробил ключицу и отбросил монстра на его спину. Он пытался встать, но стрельба продолжалась. Они методично вдоль и поперёк расстреливали его тело. Начали с его ног и закончили его разбитой плавящейся головой. Когда они закончили, не осталось ничего, кроме лужи кислоты, мяса и ярости, медленно растекающейся по полу. Вновь прозвучал голос. Моргание. Агенты по обеим сторонам доктора Дэниелса взяли его за плечи. Третий нацепил на него наручники, и они вывели его из комнаты. Идеальная картинка. Перевод. Чё вы думаете, парни? Красавица же, да? Собравшиеся руководители исследований смотрели со смесью шока и тревоги на то, что повесил Клеф на стену. Фотография в рамке 120 на 150 сантиметров, на которой изображён SCP-096. На фотографии отчётливо видно его лицо. Кондракис весил голову в разочаровании, и сейчас только его отношение к Клефу останавливало его от того, чтобы парализовать его во второй раз. Цимериан злобно потряс головой, обдумывая своё последнее решение о том, чтобы бросить пить. Брайт потрясённо вытянул голову, раздумывая, будет ли 0-96 убивать его каждый раз, когда он займёт новое тело. Кай напустил голову, положив правую лапу на свою морду, что выглядело довольно забавно, вне зависимости от того, что он хотел этим выразить. Один Гирс остался неподвижен и невозмутим, созерцая этот шедевр. Возможно, поэтому он первым и нарушил тишину. Почему? Задал он вопрос в одно слово, который застрял в голове у других. Почему? Повторил Клеф. Да, аль-то боже, почему? Требовательно сказал Кондракис, окидывая широким жестом фотографию, чтобы отпраздновать. Он мёртв или устранён, неважно. Теперь официально. На самом деле, это если хотите канон. Мы можем смотреть на его мерзкую рожу сколько угодно. Все уставились на истощённое, бледное, кричащее лицо на картинке. Впервые в жизни. Я совсем не хочу смотреть на это, прямолинейно сказал Гирс. Да, Клеф, блин, оно страшное, согласился Брайт. Это невежливо, добавил Кайн. Это ужасно неуважительно к тем сотням людей, которых ублюдок убил. Это безумный риск. Вот что это, сказал Семерин. 0,96 был устранён только вчера. Нам нужно больше, чем 24 часа, чтобы подтвердить, что нейтрализация удалась. Если он оживёт, мы всё умрём. Оживёт? Когда такое вообще случалось? Спросил Клеф с ухмылкой, вскинув руку в сторону недавно умиравшего красавца. Смотри, в худшем случае мы можем забыть, как выглядит его лицо, приняв амнезиак. Мы уже тестировали такое? Звучит как штука, которую нужно было бы проверить. Клеф. Если ты не снимешь эту чёртову фигню прямо сейчас, я выкину её в окно, и ты полетишь прямо за ней, угрожающе сказал Кандраке. Парни, вы чего? Подумайте, что это значит. Взмолился Клеф. Сколько новых исследователей приходило к нам за эти годы и говорило. В файле 0,96 написано, что он назначен на уничтожение. Почему он ещё не уничтожен? Так вот, теперь это так. День, который всё же пришёл. Мы свободны. Четверо мужчин и одна собака, похоже, не разделяли энтузиазма Клефа по этому вопросу. Для начала, я никогда не понимал, почему мы вообще стремимся его уничтожить. Его же можно содержать, просто надев ему мешок на голову, сказал Брайт. Остальные также начали бормотать свои аргументы. В этом ты ошибаешься, Джек. До того, как мы поставили его на содержание, могли быть сделаны и другие фотографии. Или кто-то мог приберечь себе какое-то из фото, что мы сделали, сказал Клеф. А если бы они устроили что-то вроде взлома канала Маркеплайера на Ютубе, и поставили бы это фото прямо на странице канала, как бы это кончилось? Скромник бы нарушил условия содержания, бегая от одной жертве к другой. Миллионы раз. И во время этой бойни на него будут направлены камеры 24 часа 7 дней в неделю. Демонстрация его лица будет нарастать по экспоненте, пока не затронет весь мир. Как я говорил, его надо было изначально классифицировать как Кетер. У нас уже есть ясное понимание того, что вызывает его аномальное поведение. И как предотвратить это было тоже понятно. Парировал Брайт. Это точно класс Евклид, да ещё и граничащий с безопасным. Ой, давайте не начинать этот спор снова, хорошо? Умоляюще сказал Кайн. Его убийство это то, чтобы сделал кто-то вроде Гок, но не мы. Задумчиво сказал Симерин. Эм, не обижайся, Альта. Но многие вещи о 96-ом мы теперь никогда не сможем узнать. Ты знаешь, что ещё новые исследователи постоянно спрашивали у меня? Что случилось, если бы мы увидели 96-го в космосе или в другой реальности? Мы ведь никогда не проводили такой эксперимент, и теперь у нас даже нет такой возможности. Более того, остался ещё более важный вопрос. Это происхождение SCP-096. И он остался полностью неотвеченным. Сказал Гирс. Дальнейшие исследования 96-го могли бы пролить свет на возможность существования других подобных существ в настоящем и будущем. Такая информация могла бы быть очень полезной. Может быть, даже помогла бы предотвратить многие катастрофы. Знаете, чего я так и не понял о 96-ом? Так это то, почему его зона содержания не имеет комнаты отдыха с кофе. И Дэниелс не принял этого внимания и не воспользовался этим как алиби. Начал Кондраки. Я не думаю, что в месте, которое управляется вручную человеком, может не быть комнаты отдыха с кофе. Эта мысль не покидает мой ум. Я бы жаловался на это постоянно. Ладно, я услышал, что вы говорите. Но заткнитесь, вы не правы. Настаивал Клев. Скромник был, когда Моклов меч, нависший над всем миром. Мы убили его и отпразднуем это, делая то, что не могли при его жизни, разглядывая его рожу каждый день, весь остаток жизни. Так что мы никогда не забудем, как мы победили и чего мы никогда не потеряем. И Бен. Не все настолько любят кофе, как ты. В мировом масштабе вообще люди предпочитают чай. Трое мужчин и собакой вняли страстным речам Клева и снова посмотрели на гротескную и, как они надеялись, нейтрализованную когнио-угрозу, которую он хотел использовать в качестве декора. Альта. Сними эту штуку, или я заставлю тебя проверять первые отчеты по SCP от младших исследователей. Весь остаток жизни. Угрожал Кондраке. Клев прищурился и посмотрел на Кондраке, пытаясь понять, блефует он или нет. Решив, что лучше быть в безопасности, чем жалеть, он неохотно снял картину со стены. Вы просто не цените искусство в жанре помо.